здравствуйте дорогие мои друзья сейчас вот передали мне сообщение от одной моей подписчицы и несколько нами она меня взволновала потому что ну как бы понимаю насколько хитрый помните как фильме место встречи изменить нельзя там фокс говорил но хитрые легавые со своими этими подход сами гнил нигде нас хитрых хитрые легавые со своими подход сами но у нас там на вас эти перышки найдутся да вот стволы и перышки найдутся но это совершенно отношение к этому не имеет значит что же контракты то есть о чем я бесах который хитрый ситуациях которые могут могут возникнуть найти получить ваше согласие на что-то вот об этом пишет пишет вот так сказать моя подписчица значит утром на грани пробуждения услышала голос согласна ли ты оставить этот мир если в других местах ты нужнее не задумываясь ответила да через три дня симптомы гриппа сегодня уже 39 не могу я уйти не сделал свое дело и еще двух маленьких детей оставить таблетки особо не помогают сама медик все симптомы к вида может быть я подписала контракт может может его можно расторгнуть обидно по глупости все профукать вот видите как то есть может может быть и такое а я вам говорил друзья мои об эгрегоре этой болезни скорее всего эта болезнь была вот уже в этой женщине было и вот это подтверждение что надо как бы согласиться вот всю дорогу пока будет это 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 болезнь вас будет вынуждать согласиться сдаться то есть как бы это болезнь говорит сдайся ты почему многие знаете вот там лечение-то оно особое то есть вы смотрите бывает молодой человек уходит пожилой человек выздоравливает да вот вот этот независимо от лечения даже конечно но помогает поддерживает можно там человека какое-то время держать на вот этих механических аппаратах но даже богатые знаменитые вдруг уходит абсолютно даже без каких-то там побочные болезни просто уходят они сдаются потому что и грегор это этой болезни как быть говорить тебе сдавайся сдавайся мягко говорить совершенно найти когда вам как бы не чем дышать он такой мысли возникает что сейчас отпустит что эти легкие не твои можешь можешь успокоиться давай сдавайся не сдавайся он говорит да все это не твою не твое твое это твоя свобода а вот это не твоего то что тебя душит не твое и когда вы сдаетесь это она начинает вас забирать то есть это процесс равно длительный идет не сразу но вот энергетически надо понять если у вас есть ради чего здесь жить частности вот видите двое детей и оставлять их здесь конечно в этом жестоком мире без поддержки матери естественно кармически поэтому надо понимать что вам надо возвращаться ну если вы свободны то все равно сдаваться какому-то эгрегору болезни чтоб он вашу энергию впитал себя а вас как бы вашу душу выкинул не это не не хорошо не хорошо не не честно а эгрегор болезни сильный и в чем надо сделать надо его все время выкидывать говорить уходи это не мое то есть я буду буду жить и буду мучиться вот этого мои легкие мое дыхание мое сердце она бьется особенно это происходит как раз ночью это этот эгрегор работает где-то ну ночами видит порядка с двух с двух до четырех до пяти вот этот период когда происходит как бы санация по этим он проходит и вот этих больных он собирает урожай то есть плод который созрел он как бы его снимает и для этого нужно согласие а вот этого согласия давать нельзя женщина получается как бы дала согласие сказала согласна покинуть но это ничего в этом такого нету сейчас надо выразить намерение свое другое мне надо жить я хочу жить болезнь это не моя пусть болезнь уходит то есть с намерением как мы это с вами делаем чувствуете в груди вот это вот это похоже на некую такую металлизированную паутину как знаете порошковые металлургии вот это вот сначала этот порошок как бы а потом он приобретает форму становится жестким ну вот энергетически это выглядит так и вам надо почувствовать это почувствовать своей груди может быть вы не видите плохо видите вот это вот некую дискомфорт боль и невозможность от кашляться вы вызываете говорите что я хочу чтобы здесь и сейчас появился хозяин владелец вот этой болезнь вот этих вещей вот этой паутины в моей груди в моем горле пусть придет сюда как образ как тень как энергетическое тело чтобы я смог вернуть ему все те вещи которые абсолютно не нужны мне и принадлежат ему так вы говорите и ощущаете лучше закрытыми глазами можно и с открытыми но просто вам визуальные образы будут мешать и вы чувствуете они всегда появляются они всегда появляются и грегор болезни может принять человеческую форму человека которого не знаете часто это более механические такие какие-то ощущения либо как насекомое на что-то такое жесткое как как паук или какая-то конструкция и грегор может подобрать специально образ под ваше под ваше сознание и ему вы должны вернуть это сказать благодарю тебя неизвестный дух за все эти вещи за эту паутину за эту боль который ты дал мне когда-то без моего разрешения с ее помощью душа моя прошла все необходимые мне горькие уроки но сейчас эти вещи мешают мне идти вперед к здоровью счастью и знанием поэтому прошу тебя и даже требую забирай это все полностью и без остатка и если есть еще что-либо в моем теле что ты также дал мне без моего ведома все вещи нити корни подключения все то что мешает отравляет мое тело забирай это все и иди с миром потому что я хочу развязать все эти кармические узлы и я развязываю их поэтому забирай это все и иди полностью и без остатка с миром и благодарностью и почувствуете как уходит вот эта паутина то есть вам станет чуть легче но дело в том что эта болезнь хитрая в отличие от других то есть она начнет опять то есть вы эту вот это вот металлическая выдер он заберет он заберет по-любому но потом опять у вас начинается это вот с этого как бы никого порошка который потом опять приобретает конструкцию обычно все-таки надо раз в день убирать выбрасывать себя отключать себя от этого эгрегора но сложных ситуациях когда вас кроет это надо делать чуть не каждый час прямо все время сбрасывать себя сбрасывать потому что эгрегор сильный очень упорный то есть пока вам не станет не станет отпускать значит соглашаться не надо и выстраивать план вперед говорит нет я не согласна покинуть этот мир у меня есть здесь дела и в чем-то выстроить намерение не сдаваться первую очередь здесь здесь внутреннее ваше согласие что вы даже даже во сне вы засыпаете хотя при этой болезни как бы сон очень поверхностный все равно вам надо понимать это моё то есть мое тело я отсюда не ухожу я хочу выполнить предназначение своей души важный фактор поэтому друзья мои работайте и не бойтесь ничего даже если пришла то тот кто сдается в этом плане эгрегор может вас обмануть может да вот сладким голосом когда вам плохо когда вы чувствуете он вам начинает говорить да там давай отпусти и я так сказать провожу тебя в мир где нет страна не данного что не такое похожее что вам сказать да все все это это сейчас сейчас отпустит только только как бы да скажи да что это не мою не мое тело вот вот так они прямо вы будете чувствовать желание это сказать да все чтобы вот пустила да вот то есть они будут ломать вас и будут ломать вас именно ночью поэтому друзья мои конечно лечение лечением все правильно а энергетически не пренебрегать лечение там вот те те препараты которые вам дают хорошо неважно там вам надо выйти из этого кризиса но кроме этого энергетическая работа с эгрегором обязательно обязательно все дорогие мои вот женщина это желаю и пережить вот сейчас как испытание воспринять это как аскезу то есть не как страна не а вот все эти как аскезу сказать на вот даже если вы считаете что там что-то сказали ну и что вы сказали вы обратно взяли то есть это это слово не значит договор это только первый такой этап противоборства и для вас это испытание все пока